привет в прошлом видео мы с вами взяли трек канадской группы magic который называется red dress и за разобрали состав инструментов вот он у меня сейчас на доске мы так ничего и не стирали все сохранилось как оно и было сегодня мы хотим разобрать пространство посмотреть как поработали продюсеры как создали пространство и вот этот объем и и собственно с другой стороны вот эту очень четкую ясность в звучании фонограммы программа звучит очень отлично и мне она очень нравится с этой точки зрения итак давайте начнем по порядку значит я вот нарисовал здесь слушателя и сейчас мы попробуем у него такая челочка получилось очень интересная вот сейчас мы попробуем понять как расположены инструменты в пространстве значит по составу инструментов барабаны бас две гитары органчик какой-то эпизодический синт эпизодический много бэк-вокалов бэк-вокалы есть вертикали педами которые поют в бридже втором они же появляются еще где-то духовые и нужно понять только как это все сделано начнем с куплета слушаем куплет в стерео но первое что я слышу это дизайнерский дилей который как канон повторяет после последнюю фразу вокалиста значит это у нас моно дилей да откуда я определил что он моно да потому что он есть только в канале м на его нет в канале с м он есть канале с он тоже есть он моно дилей но он позиционируется не в центре а чуть чуть левее тем не менее это все равно моно дилей с обрезанным верхом срезанным низом и на нем висит скорее всего холл и потом тадо в темпе 68 это одна четверть одна четверть фитбэк равен нулю поскольку это один повтор но это собственно это не основной эффект это эффект как эффект он как дизайнерский эффект тогда теперь давайте слушаем с и послушаем что там стоит на вокале первое что я услышал очень короткий дилей он звучит в сайде и похоже он какой-то триольный 16 причем не с обрезанным верхом поэтому на буковках с его очень хорошо слышно послушайте да какой-то совершенно он даже как у как-то не ритмично очень звучит давайте теперь послушаем его в стерео ну в вем его не будет я так понимаю слушаем он не прослушивается совсем и слушаем стерео ну стерео я его не слышу мы сейчас сделаем такой трюк мы очень сильно уменьшим канал м прямо так чтобы он нам только намек давал и тогда делаем и услышим наверное в стерео но это уже будет не совсем стерео это будет практический канал с ну да похоже на то это какой-то стерео дилей очень короткий ну предположительно это допустим 16 в темпе 68 и скорее всего на триольная и опять же фидбэк равен нулю фидбэк нулевой странно но я его слышу справа а слева я его не слышу вообще может они хотели таким образом компенсировать то что гитара у нас слева и орган тоже слева очень интересно гитара у нас левее орган сзади гитары тоже левее чуть может ближе к центру но очень далеко давайте мы послушаем отдельно левый канал и послушаем как там звучит орган тоже сдаст достаточно странное панорамирование то есть оба инструмента засунуть в один канал а вправо оставить только какой-то короткий дела и непонятный а так и есть так сделано хорошо что мы еще слышим но на гитаре есть какой-то небольшой холл то есть орган в очень сильно дальнем плане очень далеко и на нем холл и этот же холл есть и на гитаре идем дальше во вторую часть куплета но этот noise который в четвертой доли играет он достаточно близко вообще барабаны по ощущениям как-то кажется близко и вокал кажется близко да значит достаточно широко разведены и звучат они чуть еще разочек послушаем холл на вокале ну это небольшой холл на вокале стоит холл примерно до двух секунд ну собственно и наверное пределы и все-таки достаточно большой потому что вокал ощущается близко достаточно близко он ближе барабанов послушайте позицию вокал и позицию барабанов есть два способа панорамирования барабанов обычно мы панорамируем барабаны так как мы их видим тогда head у нас справа орает слева либо можно панорамировать барабаны наоборот так как их видит барабанщик тогда head у вас становится слева орает справа при этом бочка и малый барабан занимает строго центр head чуть чуть левее и здесь именно в такой способ выбран и опять очень странная вещь то есть можно же было уравновесить допустим head который слева гитарой поместив ее направо или орган поместив направо но здесь сделано наоборот то есть и гитара и head и орган все находится слева а справа у нас только коротенький дилей триольный да и во второй части появляется вау гитара квакушка которая звучит достаточно далеко но при этом она звучит она позиционирована правее идем дальше идем в бридж тоже хорошая шутка очень хорошо сделано смотрите если смотреть на установку или смотреть на нее как на нее смотрит барабанщик то если бочка у вас в центре то малый барабан он чуть чуть левее барабанщика и в части если говорить в прошлой части у нас малой и бочка были строго в центре что в общем то 9 из 10 миксов делается так да только в джазе часто бывает так что малый барабан смещен относительно центра так как он позиционирован на на установке в этой части барабанщик начинает играть в обод четвертями это четвертями в темпе 136 и вот и здесь обод позиционирован левее так как его видит барабанщик но чтобы равновесить обод у вас с правой стороны появляются часики часики строго справа 2 момент значит у нас появился дабл трек и вокал вдруг начинает звучать очень широко потому что даблы точные копии очень хорошо спета наверняка его еще и потиунили и подвигали потому что он идеально совпадает вот и дабл треки звучат широко left right и очень близко значит часики вот здесь вокал становится даблы вот так но это только первые две строчки а в третьей строчке у нас исчезает дабл вокал возвращается в центр и он становится опять ближе к нам он ближе и от этого от того что еще с дабл он становится более интимным слушаем после интимного вокала припев дает нам жару потому что там еще вступают бейки которые тоже звучат широко и даблы которые тоже звучат широко широко но не на сто процентов и даблы значит здесь же у нас еще появились даблы бэк вокал тамбурин так где у нас тамбурин он действительно немножко дальше он дальше но он такой достаточно четкий остренький поэтому он компенсирует хэд плюс они играют в разные доли но самый дальний план это трампет послушаем их в канале с я не слышу никакого эффекта на духовых но я слышу на них эквализацию с сильно опущенным скорее всего шелфом верхом и это их отдаляет при этом они звучат широко они звучат в сайте а теперь послушаем как они звучат в м вот такое впечатление что в миде их вообще нет но поскольку они сделаны в дальнем плане и очень тихо поэтому в миде они могут теряться во всей аранжировке мы можем их не слышит но в сайте мы их слышим ну наверное это оправдано смотрите если духовые занимают дальний план они не точечка они чуть-чуть размыты на них шелф срезом срезом по верху и киев то вполне возможно что нос как бы эффектом он может и не прослушиваться либо мы его не слышим либо его и нет вообще идем дальше вторая часть там должен появиться синт у нас они в этом припеве следующем на бэк-вокале который поет на у в части тема он очень сильно размыт холлом то есть появился второй бэк-вокал и он звучит в сайде и с холлом а что как он звучит в миде но тут у меня тоже места с трудом хватает но вот эти у они сделаны так еще дальше тоже со срезанным верхом и они по позиции очень похожи на вот эти trumpets но они намного громче на них больше холла если здесь он есть мы его почти не слышим то здесь мы его четко слышим совершенно они очень размыты и холл не очень широкий холл тоже также разведен не полярно вот за уши а вот очень локально очень контрастно звучит да когда лид вокал поет red dress он у нас вот прямо вот здесь вот и бэк-вокал широкий а эти у они вот там далеко и с большим достаточно холл хорошо идем во второй куплет посмотрим если там какие-то изменения 2 куплет это вторая часть первого куплета думаю там никаких камней и ничего не есть и а и 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 второй бридж там тоже у нас появляется бэк-вокал во втором бридже и он поет на а такие мы в прошлом видео смотрели и похоже что он позиционирован ну я предполагаю примерно так же как вот эти у то есть это тоже дальний план но уже уже интересно получается смотрите у нас есть очень близкий план это и барабан малый барабаны лид вокал но из очень близко дальше средний план это гитара клок скорее ближний план вау дальний план бэк-вокал припевный достаточно близко а у достаточно далеко и орган далеко тамбурин тамбурин я его тут он его нарисовал далеко на самом деле он не так далеко а вот trumpets очень далеко все-таки там есть какой-то дела и вот я сказал что интересно но да действительно он есть но в канале с его не услышал попробуем м мимиими да ну хорошая штучка но она в моно и как как отдельный эффект хорошо я говорил что трек кажется очень простым а на самом деле очень много всего наворочено идем во второй припев ну в первой части новостей нет а во второй части у нас появляется синт который играет опиванием тогда да там та 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 синт явно звучит в сайте его очень хорошо слышно в миде его не очень слышно но проверим мне кажется он панорамирован чуть правее тоже занимает дальний план да он слышится в сайте потому что в стерео он позиционирован правее и он занимает план где-то где-то на на уровне ближе даже наверное чуть поближе или на уровне вау гитара вот сюда я его нарисую на нем тоже есть какой-то холл видимо тот же самый холл в общем вот этот холл который на у и холл который на на трампет у нас нету холла и холл а 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 вот я подозреваю что на этих у ну во первых на них еще есть дела и которые мы практически не слышим он тоже со срезанным верхом но есть еще сайт чейн компрессии на самом ревербе поэтому давайте-ка попробуем в этом убедиться если я не сказал глупость как а а и а и 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 а и ближний, есть средний, есть дальний план. Каждый инструмент очень тщательно выстроен с точки зрения панорамирования. Есть спорные вещи, для меня по крайней мере точно спорные, да? Ну, то есть, наверное, вот в нормальном состоянии вряд ли я бы поставил хэт, гитару, орган в одну позицию, в один канал. Они все в левом канале. При этом в правом нет ничего, кроме там вот этого какого-то дилея, непонятного совершенно. И сам дело и не очень понятно, зачем он там нужен, потому что он еле-еле прослушивается, но мне непонятен смысл и задумка продюсеров. Но раз они так сделали, это их правда. В целом трек звучит очень интересно. Смотрите. Самый дальний план это у нас Trumpets. У. Это тоже не ближний план. Это очень-очень-очень размытый, орган размытый. Везде есть срезанный вверх. Все дилеи срезаны вверх на У, срезанный вверх на вот этих трубах. Synth тоже это дальний план, панорамирован направо. Вау-гитара тоже панорамирована направо. Клок, часики, они тоже направо, но они гораздо ближе. И мы это прямо ощущаем. И это слышно за счет эквализации. Не только за счет эффектов, но и за счет эквализации это очень хорошо слышно. Вот этот орган, он как появился, так пропал. Может быть где-то он еще эпизодически появляется. По-моему, все-таки мне кажется. Либо это октава вокальная, вот на этих У, либо труба дублирует снизу, подпирает вот этот бэк-вокал. Но скорее всего, все-таки это наверное вокал спетый. Нойз – самый ближний план. Даблы – очень ближний план. Гитара – средний план. И что у нас? Весь припев он тоже звучит недалеко. Ну и лид-вокал прямо перед носом у нас в центре, особенно в куплетах. Вот такое построение пространства. Очень интересно сделано и очень хорошая работа. Мне нравится, веселый трек. Жалко только что очень много копий всего. Спасибо всем! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите бубенчики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok